Здорово! Я вас приветствую! Капитан Терезюк! Что пришли? Потрогать Мерседес мой? Что-что? Мерседес пощупать говорю пришли мой! Никак нет! Что пришли? Беспокоиться нарушение правил дорожного движения. Какое? Знак стоп 341. Меня остановили на этом посту. Я? Ваш сотрудник полиции остановил меня на этом посту три недели назад. Сказал, что эти знаки стоп установлены ненадлежащим образом. Какова фамилия Александр? Я не помню. Ну, делайте ссылку, пожалуйста, на этого человека, инспектора. Я вам попытаюсь доказать, либо проверить, что они здесь стоят законно. Я бы сказал так, не то, что незаконно, а неправильно он стоит. Неправильно. Есть бумага, которая, согласно которой он установлен, но он стоит не по ростам. Он должен быть на желтофоне и высота должна быть от земли, как минимум, 60 сантиметров. Хорошо. Держите. Какого фамилия скажите? Я не знаю, что это. По моему фамилии все хвастые у меня останавливают. Я никогда не останавливаюсь здесь на знак стоп. Потому что он стоит реально здесь неправильно. И вы это знаете. И он мне пообещал это устранить. Он не устранил. Поэтому, раз он не устранил, будем делать из этого прецеденты, наконец-то я буду устранять. Вот смотрите, как его фамилия? Да не знаю, как его фамилия. Напишите постановление на меня и все. Держите. Страховой полюс есть, Александр? Нет. Можете за страховой тоже написать. И за страховку тоже? Да. Зачем? Ну как это зачем? Если его нету, значит надо писать. Если вы не понимаете, почему здесь стоит незаконный этот знак стоп, значит я вам объясню. Раз он мне пообещал убрать. Не убрал, значит буду убирать я. Ну что делать? Все, ну как еще мне объяснять? Давно у вас этот автомобиль, сколько с регистрацией. Ну какая разница, сколько у меня этот автомобиль? Вы просто сейчас учутили случай, что номера не соответствуют. Хотите проверить номер кузова? Ориентировку будем проверять, давайте. А для этого обязательно ориентировку? Ну а что вы хотите, чтобы я просто капот вам пооткрывал? Нет, я вас просто спрашиваю. Нет, ну вы зря улыбаетесь, я не могу понять. Что мне грустить или что? Я не помню. Я не вижу повода для шуток. Я вижу, что здесь раздолбанная дорога, где нельзя тормозиться. Раздолбанная дорога не ко мне, честно. А к кому? Есть облавтодоль. Ну а вы для чего стоите? Вы хоть одно предписание написали по этой дороге? Хоть одно есть? Есть управление патриарной полицией города Харьков, Харьковская область. От вас есть предписание? Мне нет. Потому что здесь я недавно не стал. Да какая разница? Вы видите, какую должны у вас обстановить? Честно сказать, лучше, чем в некоторых других областях. В общем, здесь лучше. Я говорю про этот конкретный поли. Вы видите какая-то, вы видите какая-то? Про крайнюю правую полосу. Когда сегодня заступали на работу, вы видели, какая крайняя полоса у вас? Видели? Вы отреагировали по этому поводу? Отреагировали? Должным образом, пока нет. Почему вы не отреагировали? Вы знаете, процедура распакания. Времени не было, да, у вас? Нет, вы все время времени. Вы составляете здесь просто рапорт по поводу этого дорожного покрытия. И каждый раз, когда вы выходите на смену, до тех пор, пока это не сделают. И привлекаете к ответственности, к административной, того, кто ответственный за данный участок дороги. Вы мне говорите. Вы знаете, я дорожником никогда не работал. Да вам не надо работать. Я вам напоминаю, вы сотрудник полиции. Вы бдите за безопасность у дорожного движения. Данный участок дороги не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Я попрошу в минуту. Не надо меня просить. Да мне не надо старшего поста, мне надо, чтобы вы по этому случаю отреагировали. По данному конкретному. Вы написали постановление, идите, пишите. Ну? Ну что, объясни по поводу предписания дорожного обстановления. Я не уполномочен по поводу... Да мне не надо объяснять, я вам объясню. Я не просил объяснения. Саша, ну что, как я вы... Ну встал, да и поехал дальше. Да я не буду останавливаться здесь до тех пор, пока вы не поставите нормальные эти знаки. Так при чем мы тут? Ну при чем мы тут? Зачем знак стоп-контроль здесь? Для каких целей? Если нам дали команду поставили. Да вам дали эту команду для того, чтобы вы фуры оттормаживали и... Какие фуры? Да какие ночи здесь стоят? Ну какие фуры? Ну какие фуры тут стоят? Ну какой бред, ну честно, бред. Какой бред? Я этот бред снимаю. Пять лет у вас на посту, пять лет. Снимал там, где сфор тебе? Снимал, да, снимал еще. Но я не видел этих роликов. Не видели роликов 10 сфор. Так а что, держи, вы выписываете постановление. Да я же не знаю, что вы... Что значит, а что вы не будете? Ну он пусть пишет. Не хочу, не хочу. На вас, на вас я не буду писать. Ну он пусть пишет. В чем вопрос? Не знаю. Говорят, что ему какой-то инспектор уже сказал, что эти знаки незаконно стоят. А кто, что за инспектор? Я же не могу за деньги. Может быть... Может быть, если это все по правде, я же не понимаю. Так а что вы разбегаетесь? Я не понял. Кто будет решать вопрос по нарушению? По какому? Ваше нарушение в данный случай не имеет фото-видео фиксации. Это ваши слова. Не мои слова. Я вам ее не говорил. Я вам в этом случае не говорил. Я согласен с нарушением. На видеозаписи вы сейчас за это не говорили. Да. Мы про данный конкретный случай говорим. У меня нет фото-видео фиксации. Она не нужна. Я вам еще раз объясняю. У меня нет фото-видео фиксации. Поэтому я сейчас в данном случае конкретно выносить постановление якобы за несоблюдение требования дорожного знака 341 не буду. Так я вам сказал, что я не останавливался. Вам не надо фото-видео фиксации. Она нужна тогда, когда человек не согласен. В данном случае я согласен. Я не останавливался. Я вам органоментированно объяснил почему. Потому что знак стоит незаконный. Поэтому я хочу, чтобы вы... Сыгрыш на что? На стандарты и нормы. Как он установлен должен быть. Вы знаете? Нет. Узнаете. Я не работал дорожником. Вы думаете, что я шучу. Хожу такой. Ха-ха-ха посмеялся. Я вам каждый раз говорю. Сделайте дорогу. Здесь невозможно. Я не дорожник, чтобы не было. Да вы предписание должны писать. Я не дорожник. Вы когда выходите. Я не дорожник. Если у нас командир по стапу с этими занимается. Я не дорожник. Командир, не командир. Вы сотрудник полиции. Да. Что входит в обязанности сотрудника полиции? Я на экзамен. Причем здесь я вам задаю вопрос. Я знаю, что в обязанности сотрудника полиции входит следить за безопасностью дорожного движения. Я вам как участник дорожного движения заявляю. Данный участок дороги небезопасен. Оттормозиться там нельзя. Чего? И вы как... Того. Чего? Того. Потому что там гребенка. Потому что там гребенка. Там нельзя оттормозиться. Вы не знаете какая? Нет. Идемки посмотрим. Идемки. Идите, я отсюда хорошо вижу, у меня хорошее зрение. Идемте, пройдемся, я вам покажу, какая там дорога. Если вы не знаете, ваш сотрудник, ваш напарник знает, то я вам покажу, идемте, я вам покажу. Да я постою. Так а что стоять? Вы говорите, я не знаю, идемте, я вам покажу. Надо в первую очередь написать рапорт о дорожном покрытии. Вот когда будем сдаваться, может быть и написано. Так что значит сдаваться? Вы когда пришли на работу, хорошо, я приехал сегодня. Я вижу вот этот часок дороги проблемный. Будьте любезны, по моему трепуту. Напишите, я вас прошу, рапорт о том, что здесь плохая дорога, вот и все. Напишите, пожалуйста, нехорошо, я вот стою, я хочу, чтобы вы сейчас это сделали. Я буду вечером, когда сдавать страницу. Да не надо вечером, я сейчас, участник дорожного движения от вас требую. Да не надо меня прогонять, я от вас требую выполнение закона, хочу, чтобы вы сейчас по моему заявлению написали рапорт. Я напишу рапорт. Да мне не надо, напишу, мне сейчас надо, листик, ручку мне, я вам пишу заявление, вы пишите рапорт. Что непонятно, я не могу понять. Вы отказываете мне сейчас это сделать? Божество, я вам ничего не отказываю. Сейчас будете это делать? Я напишу. Идемте. Идемте. Куда? На пост. Куда? Идемте, напишем. Да не надо мне сейчас. Я говорю, идемте, я напишу заявление, вы напишите раборт в состоянии. Вы мне нужны, я хочу ваше имя, фамилию, ваше номер значка, ваше номер значка. Пройдемте. Я не понимаю, что смешного? Мне что, вас уговаривать надо или что? Да я разберусь без вас. Вы не видите, да? Не видите эту дорогу? Вам вообще не интересно, как она выглядит. Ее весной делали, эту дорогу. Посмотрите, тут вкладка. Да ее надо делать каждый день, если это не помогает. Ну это ж не мы. Рапорт напишите, рапорт. Рапорт напишите, вопросов. Вопросов нет, напишем и все разъедут. На месте знакомого? Да она всем знакома. Не, вам лично. Всей Украине она знакома. Да, у меня вот это место. Вы как стояли тут для одну цепь, так и стоите. Нет, а я напишу, завтра. Нервничаю. Нет. Все, вот я написал рапорт. Вечером он будет у руководителя. У руководителя будет до вас написать. Я вас очень попрошу от себя, пожалуйста. Если вам не затруднит, вот есть у вас типовой даже уже рапорт. Рапорта писать не проблема. Был бы результат. Результат будет тогда, когда они увидят поток вот таких бумажек и постановлений. Поверьте мне, это работает. Постотретирует, что они получат сусать. Пусть чешут. Пусть что-нибудь делать, какая разница. Пусть чешут. Если вы не хотите писать рапорт, чтобы убрали знаки стоп, хотя бы сделайте там что-то. Все правильно, вы говорите, тут вопросов нет. Все правильно. Все, счастливо, спасибо большое. До свидания. Нет. За детки только.